всем добрый день прямой эфир сохраним все расскажем сегодня у нас пост будет про нас красивых любимых сильных и умных давайте начнем с выставки немножко порассказываем такая у нас большая выставка на до конца сейчас мы дойдем и все вам покажу здесь также стекло хранится на ближайшие монтажи завтра поедут значит здесь у нас стоят хлебницы образцы приносим уносим отгружаем и так далее там стоит беседка закрытого типа это качели там вот стоит уральская вип готической формы мы видим в ней емкости всевозможные на 300 на 500 литров как раз для теплиц здесь первое павильон все слышно мне хорошо павильон 3м к серия павильонов стоит у нас самый первый который ходовые павильон два с половиной метра павильон 2 метра и павильон коллекция прошлого года в которой у нас огурцы огурцы наверно мы закончим уже эксперимент потом расскажу до воскресенья еще дотянем урожай снимем и потом вам расскажу почему мы его закрываем этот проект и переедем вон туда в зимнем дальше у нас значит но тут лавки везде стоят всевозможные в теплицах лавки идем дальше это у нас арочная стоит из 30 на 30 и за ней стоит теплица со сдвижной крышей мне я растил помидор если кто помнит со сдвижной крышей снег мы с теплиц наших на выставке не чистим принципиально специально чтобы не говорили что мы обманываем и проверяем снеговые нагрузки здесь у нас стоит легенда в полном фарше также у нас образцы используют как мини склады здесь он в баке для душа видите полная теплицы здесь у нас стоит хит пятилетней давности это усадьба люкс после нее появилась легенда еще выше еще мощнее еще лучше вот ее наверно вот эту теплицу будем разбирать потому что она уже всем после легенды не пользуется здесь у нас стоит подставка под емкость это обязательно у каждого садовода дачника вот такой кубовик практически у каждого есть вы прекрасно это знаете мы изготавливаем такую вот замечательную подставку из которой можно сделать летний душ сарай просто подставка туалет даже он состоит из нескольких деталей собирается на болты без какой-либо сварки очень имеет компактный вид если отправлять его в другой город или регион дальше здесь стоит у нас теремок который с 11 пока мы не запустили хлебница пользовался очень огромным успехом так как у нее с двух сторон можно подойти и работать и ширина у него хорошая метр сорок и высота полтора вот такой домиком парник также вот такие лавки вот прошлом году мы вот такие лавки делали больше ста штук на один так сказать на один в один парк какой-то вот 7 легендарная теплица легенда это старого еще типа сейчас мы его совершенствовали и будем разбирать и новый образец сделать с новыми со всеми нау-хау потому что не успевает у нас выставку мы перебирать все новое и новое придумываем еще торец под стекло старого испытательной арки старого видите усилитель который не нужен потом значит вот здесь у нас возле стены так как здесь лед мы здесь ничего не делаем здесь тоже еще стекло стоит здесь сарай под всякие эти все рассказываю показываю как есть здесь стоят у нас арочные обратите внимание это полтора метра шириной следующая идет два метра шириной потом два с половиной и еще здесь ребята собирают дачник вот видите домиком типа легенда там дальше стоит летний душ максимальная комплектация бывает и летом в нем душ принимаю когда жарко так здесь стоят у нас капельки три вида капля вип капелька крепыш и капля 3м за ней стоит почему мы поставили это капля дверь и вот с этой стороны это капля два с половиной чтобы видно было что вот эта площадь что вы поставите три метра что поставите два с половиной вы также быть одно и то же растить идет специально в разрезе что теряется площади и площадь участка такие фрамуги здесь показывает свете ничего не выбираем снег автоматы специально ставили форточка открытая посмотреть от порыва ветра и так далее то есть здесь у нас все испытывается очень жестко это капелька 2м в этом году мы закрыли всю линейку поширения всех практически теплиц дальше идет арочная все виды там фермеров два вида фермеров фермер 3м фермер 3м вип арочная 3м и арочная крепыш 3м дальше вернемся сейчас чтобы видно было вот так обойду это легенда мини 2 метра шириной ответе она цельно сварная потому что в камеру как раз входит такой мощный усилитель на арке и торец цельно сварной это наша легендарная зимняя теплица в прошлом году александр анатольевич и хотелось чем-то зимой позаниматься и вот он ее сделал запустил получилось очень и очень хорошо и тепло сейчас там она закрыта я не заходила еще нанта алексеевна видите она тут даже закрыла дверь сейчас мы через окно посмотрим что там творится идем дальше это все летний вариант это зимняя у меня теплица для нашего пользования стоит на которой мы проводимся эксперимент эксперимент вот это вот последний был пост усадьба под стеклом оставили где я расщуплю редиску томаты и перец это у нас стоит мейтлайдер 3м крепыш а за ним стоит рекорпоратор это отработка газа здесь стоит оля из 30 трубы теплицы 10 лет вот чисто оцинковка 1 пластинок собиралась на пластинке мы отказались эти 10 потом делать начали по-другому но отказались мы отказались от конструкторов можно так сказать от конструктора сейчас мы посмотрим что у нас видите сколько конденсата стекает здесь отверстие специальное внизу чтоб конденсат уходил что там у нас все растет огурчики смотрите висят круто вот каменный цветок даже какой весь цветет красота ключ не взял чтобы открыть перцы вижу в общем все красиво он перцы висят много много видите там тепло сухо комфортно так идем дальше значит про выставку вам все рассказал цены все зависит по прайсу пишите в директ задаете вопросы вам отвечаем цен огромная трава есть нет траву курите сами мы не курим траву мы только едим траву мы ее кушаем как микро зелень для здорового образа жизни письме не кладовка лопатами устроили идем дальше дальше идем ну здесь у нас менее 8 кто называет его сараем кто домиком синим в общем вот так вот я вам сразу скажу что у нас нету высотком офиса и белых рубашках менеджеров девочками тоже нету идем дальше теперь я вам покажу петрушку и укроп есть все конечно и петрушка и укроп есть идем дальше сейчас зайдем святая святых полимерно-порошковой покраску еще для новеньких скажу цех полимерно-порошковой покраски есть только у александр анатольевич больше ни у кого в россии то есть из тепличников я хотел сказать ни одного тепличника нету своей полимерно-порошковой камеры да задавайте производство без прикрас обдук пошел это по это камера где маляр наносит краску вот здесь стоит у нас очень дорогой аппарат гема за 400 рубасов вот ведь вот эта краска раз трубка туда давай показывай класс профильки какие-то куда-то сейчас володя нам покажет у нас десять лет нету тихучки дальше сейчас надо сделать заземление да продувка сначала продувается и сейчас надо будет подцепить маску в это время происходит видео упаковка профиля подсоединяется масса на каждый потом когда покрасится все это это цепляется и подкрашивается место вот смотрите многие красят с палочки то есть в одной руке держат например крючок металлический да вот так вот держит и другой рукой красят массу создают вот так наносится краска потом все это дело загоняется вот в эту печь и в итоге там расправляется расплавляется краска отвечает в режим она входит только вышла 150 до 200 дойдет потом в режиме и получается вот такая красота красивый такой профиль это все входные группы представляете какое нужно качество идем дальше работа валом все как обычно производство этого мне в офисе сидеть здесь у нас пятницу вот поедет это у нас теплица уральская вип 5 метров шириной вот такая огромная теплица прогон и все вот комплект будут красить сегодня ночью наверное это шпалера стоит некрашенная и вот здесь монтажная легенда на следующей неделе будет монтаж под стекло под стеклом да смещённые торцы один глухарь и два смещённых это поедет на монтаж на следующий дальше идём мы же были везде то есть это мы были на выставке в офисе не показал медали то наши да это покраска полимерно-порошковая где мы красим это краник отсюда пьют в воду и становятся козлёночками шутка там чистый спирт так сказать для бойцов 100 грамм наркомовский от Александра Анатольевича эти бочками нам спирт возят вот такой идём дальше теперь идём на завод теплицы на завод теплицы идём сейчас я вам сегодня покажу фильм потом оставлю сохраню если по времени он влезет конечно сейчас посмотрим на выставке были полимерки были сейчас идём цех где производят теплицы и всевозможные конструкции вот брус лежит невыработанный смотрим что они тут делают заходим заходим вы прямой твир смотрите даже так а не в это играет GTI GTI ну вот зашли в святая святых начнём с мини склада вот это завтра поедет качель поликарбонат торцы сидушка с подлокотниками и с форнитурой это поедет завтра на монтаж куда-то в другой город здесь хранится минимум поликарбоната нужного на текущие так сказать монтажи и отгрузки сверху там полностью всё под теплицы склад вот видите это мусорки которые сегодня прямой эфир показывал у нас много их заготовок чтобы специально никогда потому что они выстреливают как обычно у строителей надо сегодня и сейчас поэтому запас держим это теплица а где это теплица это торцы под стекло на легенду это поедет завтра на монтаж эта теплица поедет завтра на монтаж 3 на 6 вот стекло вот уголки видимо на неё стоят стекло на улице здесь склад там комплектовочная с фурнитурой кто-то там комплектует это павильоны потом раскладывается всё это по полочкам здесь вот должно вот здесь вот всё везде всё должно быть забито но поликран какой-то 4 миллиметра это готовится к покраску сверлится вот так вот видите какой эксклюзивный рабочий ручной труд перед покраской это у нас теплица лежит стоит Ваня а это тоже четвёрка 4 на 6 под стекло тоже монтажное даже её красит вот правильно Ваня говорил? под стекло это? нет по полику под а это весенний монтаж? не понял она оплачена или что? а? арки а что арки? а это монтаж на весну видите оплачена вперёд че у вас бывают ли усиленные Италия, Россия? я вам скажу импортного в России нету всё это ложь и обман может в Москве где-то есть но он очень дорогой у нас всё российского производства ещё и Италия усиленный как скажете тоже давно я бреда такого не слышал это куда форточки готовите? на эту а завтра на монтаж? да вот мы используем поликарбонат 4 миллиметра проверенные бренды они всякие там итальянам, мафиози хухухухэрозии бляй придумано ещё там с затемнением с притенением с желтизной от солнца и так далее есть стандартный лист прозрачный всё 4 миллиметра хорошей плотности новатора 0.75 плотность полигали стандарт Ваня, а где полигали стандарт? это премиум даже карбоглаз бронза видите всё премиум дешёвых нету вот полигали стандарт самый дорогой поликарбонат у завода полигали берём только меньше не берём правда есть ещё практичный у него 0.65 плотность вот практичный у него 0.65 плотность то есть меньше 0.65 плотности мы не берём не слушайте омского дожи у нас нету омский обосрался вместе с кроносом и продался москвичам на будущее он принадлежит компании селикс москва скупила всё теперь идём дальше про поликарбонат расскажем ещё это мы сейчас делаем новые сидушки это новые сидушки на качели у нас резко закончились качели и мы сейчас их изготавливаем Дениска у нас сегодня на монтаже мусорки вы все видели вот здесь ещё один стол вот так вот это торцы на легенду заготовки вот видите сколько оцинкованной трубы везде оцинкованная труба приятно смотреть на сварку это павильон торцы стоял вот монолитный поликарбонат тоненький один кажется миллиметр или 1,2 мы его применяем для масок сварочных нарезается плёнка сдирается и всё видите уже резали парни ножницы видите везде труба оцинкованная Дима а это что за мусор стоит двери какие-то непонятные хромоги не вот эти две белых стоит это что такое а это 2 метра на 2 метра с шагом на капельки на большие всё ну и реже их на эти на колышки на колышки вернулась бригада ух механ всё смонтировали молодцы ну вот вот всё 0,8 то есть на сегодняшний день это три марки только это новатра это селекс премиум и полигаль стандарт три вида а которые шестёрку все предлагают на рынках они предлагают с этой же плотностью представляете тряпку то есть вроде бы он должен 6 миллиметров быть но на самом деле у него плотность занижена то есть если вы будете покупать Ваня если вы будете покупать 6 миллиметров плотность должна быть не меньше 1,1 килограмма но эта цена дорогая где-нибудь найду даже его руками не сжать шестёрку сейчас у Ваня спрошу Ваня а у тебя кусочек есть 6-ти миллиметрового поликарбоната всё четвёрка стоит 6 миллиметров есть обрезь вот поэтому вот так вот где вот новатор 6 миллиметров обратите я его даже руками сжать не могу а то что продают и предлагают на рынках они продают малой плотности запомните вот 6 миллиметров его рукой даже нельзя сжать это плотность 1,1 или тире 1,2 я точно не помню на килограмм вот думайте а стекло тут всё зависит от вашего бюджета то есть если есть бюджет хороший и возможность то ставьте стекло но в стекле есть два минуса три даже первое дорого второе холодно и третье хрупкое но плюсы все эти три момента превалируют выше потому что это материал вечный его помыл и забыл он прозрачный сто процентов у поликарбоната наоборот есть минусы плюсы минусы это недолговечность это от 10 до 15 лет срок эксплуатации второе в нём очень жарко если вы не делаете проветривание но в то же время есть плюсы которые тоже перекрывают эти минусы это цена простота монтажа и самое главное в нём тепло понимаете тепло если вы сделаете правильную систему проветривания вот видите как вот вот и всё ребята приехали с монтажа мусорки две штуки победили всё отлично всё супер сейчас вы Миша сейчас будете под стекло грузиться на стекло завтра далеко им ехать 3х6 легенда стеклянная сейчас короткий день поэтому грузятся с вечера загружаются монтажи и утром спокойно выезжают на монтаж ну вот тот же новатор тот же карвоглас тот же селикс например или полигарь тут столько на рынке ещё знаете какая мода на рынке производители есть несколько заводов которые вот например вот он новатором марка да с историей а они название меняют каждый квартал потому что производят изначально говно по-русски понимаете и знают про это и каждый квартал меняет название и даже на листах не пишут где они производят что за завод что за торговый бренд поэтому вот так вот думайте прежде чем что-то покупать вот такая резинка одевается на форточный блок перед монтажом готовится такие бухты чик-чик-чик это что лежит с аргуса грязная Ваня вот видите как в прямом эфире вы из чего помоешь помыть и в машину поставить кому она мешает уже монтажи закончились значит помыть упаковать и убрать куда-нибудь на склад так приходит даже прямой эфире пиздюляторов наваливать а это что за запчасти облокоти вон Леня облокоти вон сзади уберет потом Ваня приберет вон где твоя доставка нет вот так да махачкаву отправляли махачкаву отправляли махачкаву махачкаву и грозное отправляли малярку вот был я потом уже не пойду не пойду малярку малярку уже вон там были в малярке все полностью показывал не пойду уже потом посмотрите отправляем по всей россии транспортная компания омский я расскажу просто наш опыт не обжигаюсь смотрите мы как-то работали они как-то у них год видимо или банкротство было или еще что-то у них даже не было транспортировочной пленки ну в общем и второй момент они снизили плотность то есть обозвались там премиум класса а плотность сделали 0,6 то есть 0,7 плотность убрали по этой причине мы перестали работать с карбоглазом по этой причине перестали с кроносом работать вот перешли на новатро с актуалем ну как бы мы их продавали и следили за всеми и ушли от них ну например в карбоглазе мы берем только дорогой премиум поликарбонат в полигале тоже самый дорогой все в селексе тоже только премиум вот дешевые не берем марки у нас даже если в прайсе стоит там кристалл кажется я не помню то их просто его нет в наличии мы просто если человек придет в офис его увидит и пощупает руками он никогда его не купит вот и все ничего тут сложного нету в этом вот так вот из жизни вам показал ну все на этом все огромное спасибо вот ребята будут грузиться поэтому всем пока пока смотрите ставьте лайки Ваня показывает все супер